Доброе утро, дорогие друзья! Продолжается программа «Добрый ранец Беларусь» и на этот раз я хочу вам представить нашу гостью человек, который знает все о правильном питании, хотя она много всего интересного знает, но сегодня я хочу ее представить именно так. Это автор книг и статей по правильному питанию и здоровому образу жизни Марта Мородова. Марта, доброе утро! Доброе утро, Глеб! Сегодня поговорим о витаминах, а точнее о запасе витаминов. Можно ли их запасти и в организме, и дома в холодильнике? И самый первый вопрос, наверное, самый риторический, простой. Может ли... Вот лето ведь, это то время, когда можно есть фрукты, овощи в бесконечном количестве. Можно ли наесться впрок, то есть запастись витаминами, чтобы их хватило потом на какой-то период, на зиму? На зиму вряд ли. То есть витамины – это такие полезные вещества, которые нужны человеку в микро, в маленьких дозировках, например, в сравнении с теми же белками, жирами и углеводами. Но, тем не менее, они жизненно необходимы для стройности, для метаболизма, для здоровья и, в принципе, жизнедеятельности в целом. Поэтому потреблять витамины с пищей нужно постоянно. И то есть то, что наши мамы говорят о том, что кушать летом побольше яблок, фруктов для того, чтобы запастись витаминами на зиму – это всё неправда. Да, есть две группы витаминов – жирорастворимые витамины. Они могут запасаться в организме, в подкожно-жировой клетчатке, но есть водорастворимые витамины, которые, к сожалению, никак не могут. Это витамины группы С, которые особенно актуальны в осенне-зимний период, потому что они доказанно могут влиять на то, чтобы вирусные инфекции протекали менее остро и не так длительно, как обычно. Поэтому их употреблять нужно с пищей в течение всего года. Ну, раз уж в организме мы не можем запастись витаминами, тогда их нужно запасать, наверное, в холодильнике или где? Конечно, в холодильнике в том числе. Да, поэтому, конечно, в наших широтах мы не можем овощи, фрукты свежими есть, вот только с грядки, к сожалению, в течение всего года. Поэтому мы можем их запасать и консервировать. То есть неправильная консервация – это варенье. А что, неправильная консервация? Абсолютно ничего, кроме сахара и высокого колоража мы не поимеем. То есть только будут проблемы, опять же, с набором веса, если есть. А малиновое варенье, ведь оно так полезно, когда ты… Я вот в детстве навсегда от простуды лечили малиновым вареньем. Психологическое точки зрения лечили, это вкусно и полезно, да. Конечно, с точки зрения витаминов, малиновое варенье практически бесполезно. Поэтому с ягодами нужно поступать двумя прекрасными способами. Первый способ – это ягоды нужно замораживать. Да, в том виде, в котором они есть, промыть, просушить и заморозить. Либо перетереть их просто без сахара и заморозить. И второй идеальный тоже прекрасный способ – это сушение. Сушение? Да. Есть сейчас много прекрасных приборов, сушилок так называемых, где можно сушить те же ягоды, фрукты и зелень в том числе. То есть мы все те же ягоды, все те же фрукты просто запасаем, сушим, либо замораживаем. Потом просто разморозить. Разморозить. Все витамины микроэмилента сохраняются. Такая же польза осенью, зимой и до весны мы это едим. Сколько человеку нужно витаминов? Вот это такой вопрос, сколько нам нужно чего есть для того, чтобы организм обеспечить, например, суточный… Да, такой вопрос сложный, с одной стороны. С другой стороны, Всемирная института здравоохранения на него отвечает четко, что взрослый человек должен съедать в день не менее 400 грамм свежих овощей и зелени. Не менее 400 грамм, да, то есть то, что нужно. В дальнейшем, когда человек хочет себе помочь и добавить еще больше витаминов, то, как правило, человек идет в аптеку и зачастую делает глупость. Когда покупает наугад там что-то, первое попавшееся, начинает принимать в больших дозировках, например, зная о том, что это правда, поливитамины, любые витамины усваиваются мало. И в итоге у нас гипервитаминоз со всеми вытекающими последствиями. Ну, кстати говоря, разошел разговор об аптеках и о витаминах. Вот, говорится, сушить, замораживать. Если не насушил, не заморозил, можно ли пойти в аптеку, купить витаминный комплекс и его просто, с утром таблеточку выпил, в котором там есть абсолютно спидвозь, там по списку, там все витамины есть. Там абсолютно есть все, но нужно здесь понимать, что здоровье у нас на первом месте. Поэтому правильно пойти к врачу, сдать развернутый анализ крови, благо во всех поликлиниках нашей страны это можно сделать абсолютно бесплатно, и, посоветовавшись с вашим врачом, выбрать тот поливитамин, тот минерально-витаминный комплекс, который будет подходить вам, исходя из того, что вам, например, не хватает в организме. Самое неправильное сделать, это пойти что-то выбрать или посоветоваться с кем-то, где-то чего-то прочитать и выпить. Это самое неправильное, что может быть. Хорошо, а если в организм попадает избыточное количество витаминов? Ну, в данном случае ты пьешь витаминный комплекс, и там есть, например, список витаминов, у которых у тебя в организме есть достаточное количество. Они не усваиваются, они выводятся? Ну, если это водорастворимые, как правило, это проще всего, они выводятся. За исключением, например, витамина С, наши белорусы зачастую любят принимать ударные дозировки с целью уменьшения вирусных инфекций в осенне-зимний период, тогда могут быть проблемы, например, с кожей и проблемы, например, с камнеобразованием в почках. Тоже не нужно усердствовать. Но есть две группы витаминов А и Д, передозировка которых тоже может быть. То есть это жирорастворимые витамины, которые могут накапливаться в подкожно-жировой клетчатке. Так вот, их нужно принимать с особой осторожностью. Ну и, наверное, последний вопрос. Летом, когда действительно хватает витаминов, когда ты можешь есть в избытке фрукты, овощи, нужно ли есть их много для того, чтобы летом насытить организм? Конечно, есть нужно многое, но понимать, что все-таки, например, те же фрукты – это сладкое. Это тот же сахар, поэтому есть их там ящичками, закупая где-то там. Дыньки арбуза. Дыньки арбуза. Опять же, для арбузов еще не совсем сезон. Арбузы – это сентябрь, октябрь. Сейчас они все-таки слишком нетрадные. А сейчас, я скажу, арбузы приводят уже в мае месяце. В мае месяце, да. То есть, конечно, сложно назвать это арбузы, некий ядохимикат, где и как они растут. Странно себе представить. Поэтому, конечно же, мы должны есть сбалансированно, правильно и при необходимости, исключительно посоветовавшись с вашим лечащим врачом, принимать витаминно-минеральный комплекс. Марта, огромное спасибо. С вами всегда очень приятно общаться. И поговорив с вами, ты начинаешь совсем по-другому подходить к образу мышления, связанным с правильным питанием. Я надеюсь, что наши телезрители тоже, слушая ваши мудрые советы, приходят к выводу, что нужно есть все-таки правильно, и нужно к своему здоровью относиться очень внимательно. Стараюсь вам согласен. Спасибо вам.